привет друзья к великому празднику победы хочу приурочить великое открытие ключевое дыхание вызывает ключевое состояние ключевом состоянии возникает баланс между работой парасимпатическим отделом нервной системы и симпатикотоническим ну то есть по существу регулируется и концентрация кислорода крови и концентрация кислого газа вместо вспышек адреналина которые дают стресс и страхи напряжения возникает эндорфиноподобные вещества человек приходит в равновесие душевном физическое да независимо от того какой был стресс после ключевого дыхания возникает ключевое нулевое состояние до как в автомобильной коробке передач при переключении скоростей нейтральное положение и в этом состоянии мозг но чем короче говоря хватит теории ближе к делу свой заключается в следующем я получаю после прошлого ролика ключевого дыхания много отзывов да и под роликом там смотрите эти комментарии и в личку я получаю в десятки раз больше этих пациентов впечатление да и там пишут что просит чего дыхания захотелось жизнь по-другому благоустроить то там происходит много чего а всего занимает две-три минут даже меч каком бы вы состоянии находились в сильном стрессе в страхе в изоляции от стресса или физической изоляции какой бы точки времени вы не находились если вы делаете технику ключевого дыхания стресс снимается через минуту полторы-две вы приходите в состоянии душевного физического равновесия кто не доставал хочет поспать да то сильно нервничал успокаивается то испытывал адовые муки напряжения наступает какое-то благодействие да много техник дыхания существует хаотропное дыхание существует дыхание в пакетик самолете в пакетик иногда дышу да еще существует дыхание бутейка и существует дыхание стрельниковой где накачивают как бы шину форсаж дыхания дыхания бутейка задержки питания казалось бы самые разные техники но в результате как и техники медитации они приводят к одному и тому же к этому ключевому дыханию вначале скажу две фразы очень важные великий линдик лифтенштейн владимир абрамович который был завка тигры неврологии медиа институте где я учился он создал аппарат величайший мире прибор который заменяет электросон электросон это когда воздействует на мозг электрическими импульсами термопульсатор он работал на том что момент вдоха поступал в сигнал на тормот который накладывался на область на золобиальная так называемая область под носом и в момент вдоха термот включался это возникало тепло а датчик дыхания который устанавливался у лифтенштейн включал этот импульс и таким образом происходила синхронизация то есть обратная биологическая связь между каждым вдохом и теплом каждый вдох сопровождался теплом с помощью термопульсатора и поэтому человек буквально за пару минут расслаблялся потом этот термопульсатор стали тиражировать стали использовать при беременности до рождения там много в роддомах ставили это неврологии ставили для невротических пациентов и так далее и так далее но самое главное там биологическая обратная связь когда ты дышишь естественным образом как ты дышишь но при этом на каждой фазе вдоха у тебя происходит нагрев вот здесь под нос теперь вспомните опять пакетик которым дышишь да теперь вспомни как ты засыпаешь например уткнув носик подушку тебе тепло как кошка засыпай засунув носик лапку короче каждый вдох если сопровождать теплом то мозг получает сигнал как будто ты находишься в жаркой среде а во время когда тебе жарко то возникает расслабленность сонливость ну короче говоря если в моменты фазы вдоха сопровождать вдох теплом то получается что ты находишься в расслабленном состоянии но это закономерность такая думаешь ты об этом не думаешь об этом поэтому тормопульсатор вызывал расслабление и был гораздо лучше электросна потому что никаких токов на мозг нету приятное комфортное тепло только в ритме собственного дыхания человека вот это и создавала обратную связь и вот величайшее открытие которым я говорю о ключевом дыхании это техника ключевого дыхания которые приводят к тому же к чему приводят и техники медитации и техники путейка и стрельникова они в результате приводят к этому потому что дыхание становится таким тонким вроде как дышишь и не дышишь да такое тонкое незаметное дыхание до между полюсами системы диастолы систолы диастолы это же основы собственно говорят строение мозга всего организма и вообще-то все вселенные волнообразно чистота но я обещал уйти от теории подальше потому что иначе я коснусь того что бутейка говорил что дело в том что надо поднять кислый газ замен кислорода а кто-то говорит как же так он мог поругать кислородную подушку когда тысячи больных спасла именно кислородная подушка но вот этот спор вот этот спор оказывается все дело не в кислороде в данном случае не выгодством газе вы нормализации их отношений а это происходит именно тогда когда человек переходит нулевое состояние когда баланс возникает между и не я между плюсом и минусом между процессами возбуждения и торможения как говорил наш великий папа состоянии равновесия парасимпатического и симпатических отделов нервной системы так вот оказывается вместо термопульсаторы можно просто дышать естественным образом через нос а когда вы учите даже с детства детей дышать только через нос и много болезней отваливается и они становятся и иммунно устойчивыми и стресс устойчивыми и быстрее болеют переболевают гриппом и получает свою короче дыхание должно быть через нос так вот когда вы естественным образом дышите через нос то в технике ключевого дыхания надо вместо термопульсаторы просто фазу вдоха сопровождать внимание и вот что происходит оказывается обучение людей стресс устойчивости регулировать свое дня на психическое напряжение оказывается продолжим оказывается если в момент если в момент когда вы естественно дышите и это не имеет значения часто вы дышите или с паузами и оказывается не имеет значения в как техниках разных там показано что надо задержать дыхание на 5 секунд потом на 5 или на 3 вина 7 короче говоря все это не важно потому что если вы сопровождаете фазу вдох вниманием то получается когда вы дышите носом а нос служит огромная у него роль в том чтобы согревать вдох поступающий вдох нашу согревается и вот получается термопульсатор только без прибор и та же самая биологическая обратная связь то есть вы делаете вдох если вы одну две минуты при любом естественном дыхании запыхавшиеся сидите вы или идете вы или лежите вы если вы одно две минуты сопровождаете свое внимание фазу вдоха а фаза вдоха это нагрев то есть если вы каждый фазу вдох нагреваете а вы вниманием своим дополнительно усиливаете нагрев а на самом деле прислушиваясь к фазе вдоха то есть сопровождая внимание смотрите как интересно вообще если вы к чему-либо прислушивайтесь вы невольно затаиваете дыхание это так да это так это к чему бы вы не прислушивались если вы прослушивались к тому как у вас пусть вы затаиваете дыхание затаивание дыхания это есть адаптация, то есть вы пристраиваетесь к тому, вот вы начинаете слушать свой пульс, и он может участиться. Почему? Потому что вы в этот момент ждете, стревожившись, а вдруг он будет биться чаще. Затаивание дыхания – это есть пристройка к образу будущего, то есть по существу, к тому ожидаемому результату. Поэтому, когда вы затаиваете дыхание на тепле, у вас результат приятного благоденствия, потому что тепло связано закономерно с чувством комфорта, расслабления. А если вы затаиваете дыхание, думая, что сейчас сердце остановится, вы пристраиваетесь к этому, но оно-то, конечно, у вас никогда не остановится, это автомат. Но вы сами себе создаете перебои в пульсе, в самочувствии, так развиваются психосоматические болезни, когда вы прислушиваетесь к тому, что у вас происходит что-то не так. Но человек постоянно к себе прислушивается время от времени. Да, но иногда он прислушивается к тому, что ему лучше, и невольно затаивает дыхание, а ему становится потом еще лучше. А когда он прислушивается к тому, что ему хуже, он затаивает дыхание, а затаивание дыхания – это адаптация. Понимаете, в чем дело? Так вот, техника ключевого дыхания. Одно-две минуты, если вы хотите выйти из стресса и выйти на состояние благодействия, достаточно просто. Момент произвольного дыхания, неважно, с какой частотой вы дышите, неважно, какие вы паузы делаете, дело в том, что как только вы начинаете прислушиваться к своей фазе вдоха, автоматически получается, вы прислушиваетесь к теплоте, а теплота вызывает автоматические расслабление. Она связана с теплом. Когда человеку хорошо, комфортно, ему тепло. И поэтому, хотите сейчас, хотите потом, просто сядьте, как бы вы себя исходно не чувствовали, но если вы хотите, чтобы вы чувствовали себя лучше, просто сопровождайте каждый вдох своим вниманием. И больше ничего не нужно. Но это же Нобелевская премия, друзья. Я присылал, купил эту большую научную победу в Дню Победы 9 мая. И поэтому, еще раз, поздравляю вас с 9 маем, друзья, с Днем Победы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok